Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я продолжаю серию наших антикризисных видео, цель которых простая — помочь каждому человеку сегодня, несмотря на происходящее, несмотря на то, что огромное количество моих зрителей находится в Украине, украинцы или находятся в других точках мира, как и я сейчас, и переживают войну. Сегодня я хочу поговорить о том, каким образом продолжать зарабатывать в новой реальности. Сегодня я вообще хочу поднять немного тему бизнеса и предпринимательства, потому что, несмотря на то, что сейчас я занимаюсь управлением реальностью с помощью мыслей и обучаю людей именно этим вопросом, я могу вам сказать, что бизнес и предпринимательство — это часть мышления, успешного мышления. И я не встречала ни одного предпринимателя, у которого бы мышление было так себе. Любой успешный предприниматель обладает очень классным и правильным мышлением. Именно поэтому с этими людьми всегда интересно, именно поэтому с ними интересно дружить, за ними интересно наблюдать, им можно завидовать, их можно даже немножко не любить в какие-то времена, и тем не менее ими нельзя не вдохновляться. Дело в том, что многие люди считают, что предпринимательство не для них. И сегодня, когда мы столкнулись с тем моментом, что многие вынуждены переехать или потеряли свою работу, а я все-таки обращаюсь к той аудитории, которая меня смотрит, потому что я считаю, что мой канал, ко мне не попадают люди, которые, в общем-то, находятся на каком-то среднем, да, там, ниже среднего уровня в своем мышлении, да, для которых жизнь не выглядит, как маленькая коробочка, ходи себе спокойно на работу, ничего не делай. Я, прежде всего, обращаюсь к людям, которые развиваются, которые ищут пути развития. Так вот, сегодня, столкнувшись с новыми гранями и реалиями, многие люди снова задумываются, что делать. Я слышу от девочек, которые переезжают, что они ищут различную работу, которую предлагают за границей. Многие в шоке, потому что можно идти убирать, не все могут даже следить за детьми, потому что не знают язык. А те, кто могут за кем-то следить, следят за пожилыми людьми. Ну, согласитесь, не самая лучшая работа для молодого поколения, для разумного поколения, для людей с мозгами. Особенно для людей, которые пытались что-то делать в бизнесе, которые работали в хороших компаниях. Я хочу, чтобы вы осознали очень простой момент. На многих из нас налазят страшные мысли, даже тогда, когда мы не занимались подобной работой по одной причине. Резкая смена климата, ну, не природного климата, да, а места, где мы пребываем. Резкий стресс и резкий страх. На что я способен? И первое, с чего бы я хотела начать, это с того, чтобы вы нашли ответ на вопрос, а на что я способен? Лучше всего всегда это делать с листочком и ручкой. Просто возьмите и напишите, чем вы занимались, какие у вас есть сильные навыки и таланты и умения. Вы умеете писать, вы умеете говорить, вы умеете продавать, вы умеете объединять, вы умеете организовывать, строить, лепить. Выпишите абсолютно все, что вы умеете делать. Во-первых, это будет полезно для вас, потому что точно поднимет вашу самооценку. Второе, никогда не критикуйте свои навыки. Многие говорят, ой, ну что я умею? Только танцевать. Ой, ну что я умею? Только лепить. Ой, ну что я умею? Только красить. Друзья, это так ошибочно. перестаньте относиться к себе с позиции только начните наконец-то ценить свои навыки и умения которые у вас есть ведь сегодня это особенно важно делать я вам хочу сказать что люди которые создают бизнесы в тех отраслях например в которых вы разбираетесь это не люди которые талантливее вас а возможно даже менее талантливы это не люди у которых чего-то больше больше везения нифига у них просто больше веры в себя а не просто в отличие от вас когда вы говорили например ой да это только да нет не серьезно они говорили я такой молодец я так круто это умею делать почему нет и я часто наблюдала мнение толпы да и иногда сейчас очень редко и тем не менее слышу свой адрес ой да кто это что она умеет да что она вообще себе возомнила у меня есть одна знакомая даже не одна которая которая регулярно мне говорят ну 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 скажи насколько ты зарабатываешь но это же все муж это же все тебе кто-то сколько ты можешь зарабатывать ты что хочешь сказать что ты можешь заработать там 10 тысяч долларов или 50 да я тебя умоляю никогда в жизни я всегда улыбаюсь на это потому что люди не могут даже в своей голове уложить что кто-то действительно может зарабатывать деньги просто с помощью своих сильных сторон сегодня я хочу напомнить вам о том что где бы вы ни находились всех нас объединяет одно интернет и для многих людей я знаю оффлайн кажется чем-то настоящим а онлайн не особо когда я открывала бизнес и в оффлайне например цветочный магазин который был абсолютно уточным в моем случае все говорили какая-то молодец это такой красивый бизнес но это совершенно не было бизнесом но стоило мне заниматься обучением какими-то своими инфопродуктами как люди говорили ой ну да на что это за бизнес да нет ну все это каждый может и я всегда отвечала на попробуйте мне часто спрашивали за какие деньги ты так красиво живешь за какие деньги так покупаешься за какие деньги учатся твои дети за какие деньги ты развиваешься я говорю я работаю но работа в онлайне для многих кажется чем-то совершенно непонятным то ли дело открыть магазин платить деньги за аренду платить зарплаты платить еще множество всего сидеть с товаром иногда убыточным потому что попадаешь какие-то ситуации вот это бизнес я хочу сегодня вам всем особенно тем кто оказался сейчас сложной ситуации вне зависимости от того в какой стране вы находитесь что на самом деле лучшее на чем вы можете зарабатывать деньги это на своих сильных сторонах на своих навыках и талантах и да я знаю что у многих самооценка ниже плинтуса и такое понятие как навыки и таланты люди к себе не применяют потому что конечно же вы абсолютно бесталантны и навыков у вас нет но знаете ли вы о людях которые зарабатывают сумасшедшие деньги просто потому что например научили правильно есть такой проект fly леди и я знаю их есть их много которые учат правильно складывать вещи гардеробные шкафчиках зарабатывают на этом то есть они ведут свои youtube каналы instagram каналы и зарабатывают на этом на самом деле есть огромное количество различных тем поинтересовавшись которыми вы посмотрите на чем люди вообще в состоянии зарабатывать и вопрос совершенно не в том что человек этот глупый или дурной ведь попробуйте каевы заработать на чем-то простом вопрос в том что когда человек верит себя когда человек понимает что это действительно его сильная сторона и он это делает лучше чем все остальные когда человек готов поработать для того чтобы донести эту информацию поделиться этой информацией найти тех кому это будет интересно тогда и случается магия и какие-то совершенно простые вещи превращаются в большие проекты вспомните хотя бы историю про блогерство как огромное количество никому не известных людей девушек вдруг стали супер знаменитыми блогерами хотя по сути просто показывали как они живут в селе деревне как они рожают своих детей что у них там происходит как они танцуют истории для зарабатывания денег много вопрос просто в том насколько вам нравится то что вы собираетесь или можете делать поэтому первое о чем я вам рекомендую подумать это прежде всего о том какие у вас есть ваши навыки таланты что вы делаете особенно хорошо а затем если вы сегодня находитесь стадии поиска работы я бы вам очень рекомендовала пошерстить тему онлайн потому что в онлайне всегда есть очевидные плюсы во первых вы можете оказаться в любой точке мира так как это происходит например со мной уже вторую вторую войну можно так сказать когда вынуждена куда-то уезжать когда я в принципе могу перемещаться спокойно по миру но при этом моя работа и мой доход всегда остается со мной во вторых очень ошибочно считать что это не серьезное дело ведь для того чтобы стать экспертом в каком-то деле нужно достаточно серьезно потрудиться необходимо создавать контент необходимо выкладывать его необходимо искать свою аудиторию взаимодействовать с этой аудиторией но на самом деле это не так страшно как может показаться потому что и здесь присутствует ряд определенных технологий конечно когда мы сами знаете смотрим на дом и понимаем что он построен из кирпичей и цемента и пытаемся его построить но согласитесь получается не очень даже блюдо приготовить просто глядя на картинку на витрине что это такое дома сложно а вот когда есть рецепт становится гораздо легче поэтому например если вам история тем онлайна достаточно интересно посмотрите вокруг ведь полно хорошей качественной информации как развивать ту или иную тему примеру мой супруг сергей сейчас запускает тренинг для новичков по инфобизнесу что такое инфобизнес инфобизнес это история про то когда вы обладая какими-то навыками определенными знаниями умениями доносите эти знания и умения другим людям сначала находите тем тех кому эта тема интересна а затем доносите мы с сергеем работаем в инфобизнесе уже с 2009 года огромное количество лет сереже регулярно консультирует людей которые запускают проекты и сейчас например он создал свой отдельный телеграм-канал на эту тему поэтому если вам интересно я вам под этим видео оставлю обязательно ссылочку надеюсь не забуду и вы можете подписаться на его канал и поинтересоваться и этой темой как имея свои определенные навыки и таланты можно зарабатывать тут кстати еще интересная тема когда-то я начала инфобизнес по очень простой причине не потому что я искала инфобизнес а потому что я занималась свадьбами работала в этой сфере и не могла найти свадебных специалистов не могла найти людей с которыми я сама могу работать потому что они все смотрели на этот мир иначе и тогда мне пришлось буквально пришлось придумать и терминологию и много других вещей и представьте себе что за несколько лет я обучила более трех тысяч человек то есть я была сама в шоке потому что на моем первом курсе было два человека потом четыре и дальше они множились я банально передавала свои навыки умения свой опыт другим людям возможно вы также занимались каким-то бизнесом или работали на какой-то работе и у вас есть экспертность в этом деле вы знаете что вы в этом хороши вот это как раз тоже история для инфобизнеса для того чтобы находить тех людей которым эта тема интересна нам часто кажется что но это же все понятно этому никто не будет учиться кому это надо знаете в киеве я помню несколько лет назад начали открываться первые магазины с бусинками с бусинками лесками пуговичками я была в шоке потому что они открывались достаточно крутых местах где прилично стоит аренда и где набивались столб и девочек которые покупали бусинки и прочую фигню простите для хендмейда мне было страшно интересно и я нашла одну хозяйку магазина такого и познакомилась когда она мне рассказала про прибыль у меня буквально вылезли глаза на лоб потому что когда я видела это бесконечное количество бусинок и считала огромные затраты которые человек платит для того чтобы все эти бусинки продавать ну мне просто я не видела вообще где дебет сходится с кредитом и тем не менее тема которая интересна огромному количеству людей деньги можно зарабатывать на все вопрос в том как вы себя ощущаете в этом заработке денег насколько вы себя в этом цените любите насколько вам нравится то что вы делаете с каким удовольствием вы просыпаетесь думая о своем проекте и приступаете к нему или наоборот ненавидите его и думаете что лучше пойду мыть тряпкой пол и ни о чем не буду думать сложность заключается в том что чем больше вы будете мыть пол тряпкой чем больше вы будете свой мозг переключать на физическую работу тем дальше вы будете отходить от себя тем больше вы будете себя предавать тем больше вы будете себя обесценивать, тем больше вы будете всё меньше и меньше желать возвращаться к прошлой жизни и будете превращаться в жертву, которая будет оплакивать свою прошлую жизнь. У нас нет прошлой жизни, будущей. У нас всегда есть только сегодня. И я хочу, чтобы вы это помнили и осознавали. И что вне зависимости от того, что будет происходить с жизнью дальше, вы находитесь у руля этой жизни. У вас так много возможностей, у вас так много талантов, вокруг так много всего. Нужно открыть глаза и разрешить себе жить. Даже сейчас я знаю, поверьте, я знаю, как это больно и страшно. Я точно так же большое количество времени ежедневно жила этими эмоциями. И сейчас я точно так же плачу и переживаю за свою страну и за своих людей. Но я точно понимаю, что это никак ей не поможет. Я точно понимаю, что моя задача — жить и помогать другим вспоминать про свою жизнь. Я знаю, что шрамы у нас останутся. И мы с вами уже подключены невидимой такой ниткой к источнику яда, которые мы получаем ежедневно до тех пор, пока будет происходить эта война. Но тем не менее наша жизнь продолжается. Мы живём ради себя, ради своих детей. У нас есть какая-то своя жизненная миссия. Не забывайте про это. Человек — это не только про то, что он родился в какой-то стране, поел, построил дом там и умер. Человек — это про внутреннее развитие. Наша душа будет продолжать свой путь и после этой жизни. И сейчас наша душа получает некий опыт. Так давайте жить. Давайте наполняться. Давайте искать возможности для развития, несмотря ни на что. Давайте отстраивать прежде всего себя для того, чтобы затем отстроить своё государство. Я прошу вас поддерживать меня лайками, оставлять свои комментарии для того, чтобы это видео увидело как можно большее количество людей. Подписывайтесь на меня, пожалуйста, в Инстаграм. И также добавляйте мне активность, если вам нравится тот контент, который я даю. Потому что Инстаграм сейчас регулярно загоняет нас в теневой бан, лишает возможности проводить эфиров. Но кого бы это останавливало? Я обнимаю вас всех. Буду рада вас видеть на своих программах, на своих марафонах, которые я провожу. Следите, пожалуйста, за мной в Инстаграме. И, собственно, до скорых встреч.